Год 1897. В нашем городе открывается Женский медицинский институт. Первое в Европе высшее учебное заведение для женщин. Институт создается на пожертвования российских и зарубежных меценатов. Среди них знаменитый русский золотопромышленник Шанявский, академик Боткин, семья Нобелей и многие другие. Первым ректором назначается Василий Константинович фон Анреб, физиолог и фармаколог, основоположник современного анестезирования. С самого начала в институте сложился блестящий педагогический состав. Здесь преподавали ученые, вошедшие в историю мировой медицины. Из стен первого медицинского вышло много талантливых врачей и ученых, среди которых и первая в мире профессор медицины Анна Акимовна Сахновская, и первая женщина-академик Академии медицинских наук Ольга Николаевна Подвысоцкая. С 1916 года на учебу в институт начали принимать юношей. Совету вуза предоставили право присуждать ученые степени врачам-мужчинам. Во время Великой Отечественной войны и героической обороны Ленинграда институт не прекращал педагогическую, научную и лечебную работу, ежедневно принимая раненых и больных. Многие студенты, выпускники и сотрудники ушли на фронт. В парке университета установлен памятник погибшим медикам. Благодаря труду многих выдающихся ученых, педагогов и врачей, университет сегодня один из ведущих медицинских вузов страны. Традиции нашего университета имеют очень большую историю. Они заложены были со дня его основания и существуют по сегодняшний день. Здесь работали выдающиеся ученые с мировым именем, и имена их широко известны, поэтому перечислять их мне нет никакого смысла, но надо сказать, что именно им мы обязаны тем, что сегодня эти традиции у нас существуют, созданы, мы их бережно храним и развиваем на сегодняшний день. Я думаю, что уже прошло несколько поколений достойных своих учителей, которые и дальше будут развивать традиции нашего славного первого медицинского университета. В составе университета пять научно-исследовательских институтов и шесть научных центров. Здесь ведутся исследования в области молекулярной генетики, кардиологии, онкологии, фармакологии, трансплантологии, гематологии, нефрологии и пульмонологии. Университет готовит врачей высокого уровня, востребованных не только в России. Множество обучающихся в этих стенах – иностранные студенты. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет входит в число пяти лучших медицинских вузов России. 68 кафедр представляют весь спектр медицинских образовательных программ. Первое в стране студенческое научное общество, созданное в 1922 году академиком Михаилом Дмитриевичем Тушинским, открывает будущим врачам дорогу в мир медицинской науки. Университет носит имя Ивана Петровича Павлова. Это символично, потому что это свидетельство того, что образовательный процесс в университете строится на серьезной научной основе. В составе университета не только пять исследовательских институтов, здесь трудятся крупнейшие ученые российские, и одновременно они возглавляют тоже крупнейшие научно-исследовательские центры. Академик Аламазян, Институт окушерства и генералы имени профессора Отто, Академик Шлихто, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии, Академик Гранов, Крупнейший федеральный центр радиологических и хирургических технологий. Вот эти базовые структуры дают возможность сочетать образовательный процесс с серьезной исследовательской работой, причем начиная со студента, аспиранта и заканчивая врачами-исследователями. Мне кажется, что это огромный залог движения университета вперед. Не могу не сказать о том, что многие годы университет связывает с институтом экспериментальной медицины весьма такая творческая научная компонента. Многие годы в разное время в университете трудились выдающиеся ученые, академик Арбели, Купалов, Бирюков, Ткаченко, возглавляя кафедру физиологии. И сегодня мы разрабатываем исследовательскую программу, образовательную программу подготовки врачей-исследователей на базе университета и института экспериментальной медицины одновременно. Вот в развитии научных связей, в использовании всех возможностей для образовательного процесса я вижу большую перспективу университета. Я желаю всему коллективу университета благополучия и процветания. Симуляционная технология помогает студентам оттачивать практические навыки. Также освоить практику медицины помогает университетская клиника, объединяющая более 100 отделений, консультативно-диагностический центр, центр лабораторной диагностики, родильный дом и отделение переливания крови. Ежегодно здесь проходит лечение более 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Среди сегодняшних сотрудников университета немало блестящих имен, составляющих славу российской медицины. Академики и члены-корреспонденты российских академий наук, профессора, доктора, кандидаты наук. 115 лет – это не очень большой возраст для университета, но наш университет за эти годы успел очень многое. С момента основания здесь работали и работают замечательные и лучшие медицинские специалисты России. Благодаря этому здесь сформированы собственные медицинские школы, созданы и сохраняются замечательные медицинские традиции. Сегодня мы обладаем мощнейшей клинической, научной и образовательной базой, которая поколение за поколением создавалась с профессорами, преподавателями, врачами и всеми сотрудниками университета. Конечно, мы пережили 20 лет тяжелейшего кризиса вместе со всей страной, но этим заплатили за возможность открытого общения со всем миром. Сегодня девизом нашего дальнейшего существования должна стать студенческая и преподавательская академическая мобильность, возможность синхронизации с образовательными программами лучших мировых университетов и информатизации всех сторон жизни университета. Если мы это сделаем, то мы станем одним из лучших университетов не только России, но и Европы. С праздником вас, дорогие друзья! Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok